Сегодня я вам покажу очередной простой, но очень зрелищный эксперимент. Для его проведения нам понадобится обычная светодиодная гирлянда. Уверен, каждый из вас легко сможет его повторить и даже удивить своих далеких от физики друзей, дабы те узрели чудо. Так что, если вы еще не разобрали свои елки, давайте поиграемся. Честно говоря, идея этого эксперимента принадлежит одному из моих зрителей, который недавно прислал мне видеозапись, на которой он, экспериментируя со своей гирляндой, обнаружил эффект, объяснение которому не смог найти, и попросил меня разобраться в этом вопросе. За что ему, конечно, огромное спасибо. Я очень рад, что у нас получился такой контакт и на будущее. Если вы наблюдаете что-то странное, непонятное, снимайте это на видео, описывайте, не стесняйтесь, присылайте мне и мы вместе разберемся, почему так происходит. Ну а для начала давайте посмотрим этот небольшой видеоролик, на котором запечатлен эффект, который так удивил автора. Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. Нравятся ваши передачи, так сказать, youtube, вот, интересные всякие у вас эксперименты, вопросы, ответы. У меня вот такой вопрос. Вот у меня здесь брасталь кухни, здесь у меня гирлянда, это гирлянда, просто плохо видно, не очень хороший телефон снимает ночью. Вот, в темноте точнее, вот она идет, 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 тут много их, много-много. Вот она просто снизу по дереву идет, приклеена скотчем. Она не подключена сейчас к сети. Вот от нее эта штука, не подключена к сети. А вот вопрос такой, здесь ложки, они лежат на поддоне, вилки, ложки, здесь сверху на них немножко надо капать вода, может чуть-чуть воды в них. Они лежат на поддоне, потом идет дерево, то есть никакого контакта с железных вилок, с этими штуками, с гирляндами нет. Однажды я пришел сюда на электризованный, ну просто там рубашку снял и в темноте хотел взять вилку, вот так вот руку сунул, произошел разряд статического электричества, и все лампочки на секунду загорелись, все. У меня этот вопрос стал мучить, потому что нигде нет соединения, нигде, ну никакого, это исключено, я вам точно говорю. Я решил взять пьезоэлемент простой, из зажигалки. Вот. И вот смотрите, сейчас может быть не так хорошо будет видно, но чтобы это было наглядно, постараюсь показать. Вот я сейчас буду бить. Сейчас, секундочку. Вот, видели? Разряд. Смотрите. Ну, еле видно, но видно. Вот. Вопрос у меня простой. Как электричество передается, импульс удара от пьезоэлемента, передается вот сюда. Через ложки, я не знаю. Тут нет просто ничего. Я вам точно говорю. Вот такой вопрос. Что вы думаете по этому поводу? Очень хотел бы узнать ответ. Да. Не знаю, как вам. Мне очень понравился эффект. Такая жизненная ситуация может произойти с каждым. Чтобы разобраться с этим явлением, во-первых, нужно повторить этот эксперимент с положительным результатом, а во-вторых, определить факторы, влияющие на силу свечения светодиодов. И тогда, думаю, все станет понятно. Для эксперимента я нашел у себя две гирлянды. Одна небольшая на 100 светодиодов, а другая уже ближе к той, что в ролике, на 300 светодиодов. Обе прекрасно работают от сети, имеют несколько режимов. Естественно, я их не разбирал и ничего в них не менял. Единственное, что я сделал по-другому, это намотал большую гирлянду вокруг пластиковой трубы, для компактности. Потому что повторять ее укладку такими рядами, как в ролике, у меня просто нет места. В качестве источника электрического разряда я буду использовать удобную пьезозажигалку. Я ее уже показывал ранее. И такой же вырванный пьезоэлемент от обычной газовой зажигалки, как и на том видео. Естественно, если бы я замкнул пьезоэлемент непосредственно на светодиод или ту же гирлянду, просто поднеся его к вилке, то никаких вопросов бы не возникло. Идет прямая передача электричества по проводам. Тут все понятно. Ничего удивительного. Но если вы возьмете ту же гирлянду и будете щелкать над ней этим пьезогенератором как попало, то никакого свечения не возникнет. Однако у автора ролика каким-то образом получилось передать электричество к своим светодиодам. В чем же дело? Тут будет очень уместно вспомнить мой эксперимент с когерером, который я показывал ровно год назад. Фактически, я демонстрировал простейший радиопередатчик или проще говоря, передачу энергии на расстояние. Смотрите, у меня в руке та же пьезозажигалка, только с антенной. Это и есть передатчик энергии. А на столе находится приемник с такой же антенной, которая принимает электрический сигнал и замыкает цепь. Светодиод загорается. Фактически этот пример уже и есть объяснение эффекта с гирляндой, но с небольшими нюансами, на которые я хочу обратить ваше внимание. Думаю вы уже поняли, что когда автор ролика щелкает пьезогенератором и искра уходит в железную вилку, это и есть примитивная антенна. Таким образом электрический импульс дальше передается. Гирлянда в свою очередь это светодиоды, соединенные проводами. Провода здесь и являются той приемной антенной, по которой пойдет ток и светодиоды вспыхнут. К сожалению, в таком примитивном исполнении этот эффект будет наблюдаться только при очень близком расположении источника электрического сигнала к приемнику. Это объясняется тем, что, во-первых, мощность применяемого пьезогенератора, увы, не велика и, во-вторых, потери на передачу энергии по воздуху катастрофически растут с увеличением расстояния до приемника. Для примера я сделал примитивную модель этой гирлянды на базе одного светодиода. Немного провода в качестве приемной антенны и все готово. Теперь я буду подносить и удалять мою пьезозажигалку, также оборудованную антенной. И вы заметите, как меняется яркость свечения светодиода в зависимости от расстояния. К сожалению, даже поднося передатчик практически вплотную к приемнику, светодиод не может загореться в полную силу. Еще один интересный момент, который полезно знать и учитывать при передаче энергии, это форма антенны. Если гирлянда свернута кольцом, то и передающая антенна в идеале должна быть в форме кольца. И наоборот, если гирлянда была уложена рядами, как у автора видео, то и передающая энергию антенна должна идти вдоль проводов гирлянды, как можно ближе к ним. А теперь, просто для сравнения, посмотрите, как будет светиться этот светодиод и та же гирлянда, если я буду касаться их напрямую. Надеюсь, это был интересный для вас эксперимент по теме передачи энергии на расстояние. Не забывайте подписываться. Следующее видео будет еще интереснее. Не пропусти.